В этом выпуске я хотел бы рассказать о творческом наследии легенды музыкальной культуры Сэра Пола Маккартни. Рассказать о его сольных альбомах, о его альбомах, выпущенных вместе с группой Винкс, а также об альбомах, выпущенных им в сотрудничестве с другими исполнителями. Кроме альбомов группы Битлз, которые требуют отдельного разговора, в моей коллекции есть 34 альбома группы Битлз, куда входят все их студийные альбомы и самые распространенные сборники. И среди них полно оригиналов, начиная с моновыпусков 1963 года. Но в этом выпуске я хотел бы поговорить об альбомах Сэра Пола Маккартни, выпущенных вне рамок группы Битлз. Всего у меня в коллекции 26 сольных альбомов Сэра Пола, включая альбомы Маккартни с классической музыкой, плюс 9 альбомов его группы Винкс и пара альбомов, записи которых Маккартни принимал активное участие как партнер. В общем, речь пойдет о 40 альбомах. Альбомы очень разноплановые, охватывающие период длиной в полвека. Учитывая большой объем информации, я постараюсь быть кратким, насколько это возможно. О наиболее известных альбомах я постараюсь говорить меньше, а о малоизвестных постараюсь рассказать чуть больше. Каждый альбом Сэра Пола Маккартни требует детального обзора, но это бы заняло десятки часов времени. Поэтому я вынужден буду быть кратким. Я акцентирую ваше внимание на том, что речь пойдет об альбомах Пола Маккартни, которые есть именно в моей коллекции. А разговор пойдет именно о Поле Маккартни и его альбомах, потому что этот композитор записан в книгу рекордов Гиннесса, чьи произведения чаще всего исполняются в мире. И здесь имеется в виду, чаще всего исполняются среди произведений всех стилей и жанров, хоть рока, поп-музыки или классики. Это впечатляющее, огромное жизненное достижение Сэра Пола. Ну и безусловно, я не могу не напомнить вам о том факте, что Маккартни активно выступает за прекращение колониальной войны Российской Федерации против моей родины, Украины. Как вы знаете, Маккартни приезжал в Киев летом 2008 года и выступил с концертом на Майдане. Два с половиной часа концерта, без перерыва. А Маккартни тогда уже было 66 лет. За последнюю пару лет мы могли неоднократно видеть Сэра Пола на его концертах с украинским флагом в руках, знак поддержки борьбы Украины за ее независимость. Я хочу обратить внимание тех, кто любит носить букву «З» на своей одежде. И ленточки цвета колорадских жуков на простой факт. Пол Маккартни поддерживает борьбу Украины за ее независимость. В это же время кремлевская пропаганда утверждает, что здесь, в Украине, она борется с фашистами и нацистами. Это получается, что Маккартни поддерживает фашизм и нацизм? Вы серьезно? А может здесь есть более простой логический вывод, который очевиден, что кремлевская пропаганда лжет о фашистах и нацистах в Украине только для того, чтобы подпитывать ненависть граждан России, которых она отправляет воевать в Украину? Это простой логический вывод. Но здесь можно вспомнить старый анекдот о логике. Когда Аристотель дал определение понятию логика, он на радостях закатил пир для своих друзей. Накрыл стол, зарезал 40 баранов, все ели, пили и веселились. Но вот именно с той поры бараны и не любят логику. Но вернемся к Маккартни и его альбомах в моей коллекции. Как вы знаете, сольные выпуски Маккартни начались в 1967 году, когда вышел альбом с саундтреком к одноименному фильму The Family Way. Музыку к этому фильму написал Пол Маккартни. Я этот альбом не покупал ни в оригинале, ни переиздании. Кстати, они недорогие и они есть и сейчас в продаже на Дискоксе. Но я не планирую их покупать. Я не буду давать свою оценку этому альбому. В 1970 году выходит первый одноименный сольный альбом Пола Маккартни. Когда я начал покупать альбомы Маккартни, я все время оставлял покупку этого альбома на потом, отдавая предпочтение более поздним его работам. А потом с удивлением обнаружил, что я этот альбом так и не купил. Но к счастью, его и сейчас купить несложно. И я надеюсь, со временем восполнить этот пробел в моей коллекции. Сольный дебют Маккартни представлял собой сырой, не отполированный альбом. Без студийного перфекционизма. Как сказал об альбоме Нил Янг, Мне понравилась эта пластинка, потому что она была такой простой, и там было так много всего, что можно было увидеть и услышать. Это был просто пол. Не было вообще никаких украшений. Не было предпринято никаких попыток конкурировать с тем, что он уже сделал. И поэтому он вышел из тени Битлз. Наверное, этот альбом можно назвать альбомом явно завышенных ожиданий. Большинство людей надеялись, что сольный альбом Маккартни поразит всех своим совершенством. И что Маккартни, выйдя за пределы границ Битлз, подарит миру необычно интересный альбом полный хитов, еще более популярных, чем все знакомые песни Ливерпульской четверки. Но этого не произошло, и, скорее всего, и не могло произойти. По крайней мере, в то время. Новые песни Маккартни, хотя и не соответствовали уровню классических работ Битлз, сделаны были со вкусом и обеспечивали приятное прослушивание. Критики особо выделяли качество записи вокала Пола, без каких-либо усовершенствований, чистый, теплый и натуральный. В черте Великобритании альбом поднялся на второе место, а в США стал дважды платиновым. Альбом также вошел в список 1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем увереть. В моей коллекции наличие альбомов Пола Маккартни, выпущенных вне рамок Битлз, начинается с его альбома 1971 года под названием «Рам». Это единственный альбом, который приписывается супружеской паре Маккартни, Полу и Линде. Мой экземпляр этого альбома – это оригинал, выпущенный в Великобритании. Пол и Линда оба указаны как продюсеры альбома, и авторы песенного материала оба играли на инструментах и пели. Линда была на бэк-вокале. Для обложки альбома использована фотография, сделанная Линдой. С альбома было выпущено три сингла, один из которых – песня «Дядя Альберт» «Адмирал Халси» стала первым хитом Маккартни в послебитловский период, заняв номер один в «Чарте Белброд» «Хот 100» в США. Альбом дал Полу первый золотой диск после распада группы Битлз. А вот музыкальные критики и коллеги Пола по группе Битлз нещадно критиковали этот альбом после его выхода. Их отзывы были крайне негативными, хотя в современных обзорах этот альбом нахваливают наперебой, часто называя его одним из лучших альбомов Пола Маккартни, также признавая этот альбом ранним инди-поп альбомом. В 2016 году Пол Маккартни рассказал журнал «Роллинг Стоун». Один из моих племянников, Джей, сказал «Рам – мой самый любимый альбом на все времена. Я думал, что он уже мертвый и вонял там в навозной яме. Я взял и послушал его. Ух ты! Я понял, что делал». В конце концов, в 2023 году альбом попал на 450 место в списке величайших альбомов всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». Мне этот альбом понятен. Его нужно оценивать, не сравнивая эту личную работу Пола с результатами коллективных усилий членов группы Битлз. А все именно так и делали. Да, индивидуальная работа Пола сильно отличается от отлаженной машины по производству хитов группы Битлз. И Полу надо было начинать искать свой личный путь. Именно это Пол начал и делать, выпустив этот альбом. Плюс ко всему у него изменился каждодневный жизненный устрой. Семейная жизнь на ферме, любимая жена, маленькие дети, верховая езда на природе, животный мир рядом. И происходящее вокруг него отразилось на его музыке. Как написал в своем обзоре один умный человек, «Рам – это альбом семейного счастья. Один из самых странных, земных и честных из когда-либо созданных. Неудивительно, что критики так страстно его ненавидели. Я лично люблю этот альбом». Раз мы уже говорим об альбоме «Рам», то было бы уместно вспомнить о его инструментальной версии, которая называется «Фриллингтон». Этот альбом был выпущен Полом Маккартни в 1977 году. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. К сожалению, я покупал этот альбом еще до того, как в 2018 году вышло официальное переиздание этого альбома. Поэтому оригинал мне обошелся довольно дорого. Но вы можете сейчас приобрести этот альбом в вполне нормальной розничной цене во многих магазинах Евросоюза. Это инструментальный кавер-альбом на альбом «Рам». Дизайн обложки альбома выполнен Джеффом Каминсом из знаменитой дизайнерской группы «Гипнозис». Записан альбом был в том же 1971 году, но выпуски его отложили из-за создания группы «Винкс» и не выпускали почти 6 лет. В 1977 году альбом был выпущен под псевдонимом Перси Фрил Фриллингтон. Как потом рассказал Пол, когда уже публика начала спрашивать, да кто этот Перси Фриллингтон, Пол с Линдой решили найти настоящего Перси. Они нашли парня, работающего на фермерском поле, подошли к нему и спросили, не хотел бы ли он поучаствовать в фотосессии. Итак, за гонорар фотомодели его уговорили надеть смокинг, а Линда сделала несколько фотографий. Так ирландский фермер стал Перси Фриллингтоном. Хотя Маккартни скрывал свое авторство в этом альбоме, но музыкальные критики быстро догадались чей-то альбом. Альбом после своего выхода широкой признательности не получил, но стал предметом коллекционирования для любителей творчества Пола Маккартни. Хотя Пол Маккартни только продюсировал в сессии звукозаписи и не играл и не пел на этом альбоме, а все аранжировки сделал Ричард Энтони Хьюсон. Запись альбома провели всего за три дня. Как для меня лично, это весьма приятный альбом с интересными хорошими аранжировками. Для того, чтобы придерживаться хронологии выпуска альбомов Пола Маккартни, я предлагаю вам сейчас переключиться на альбомы, выпущенные им вместе с группой Wings. И первым таким альбомом будет альбом Wild Life – Дикая жизнь. Этот альбом был выпущен в 1971 году. В моей коллекции этот альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. Wild Life – это дебютный студийный альбом группы Wings и третий студийный альбом Пола Маккартни после распада группы Beatles. Репетиции записи альбома проходили в студии звукозаписи Маккартни в Шотландии. Эта студия получила название Root Studio, которую Пол и Линда Маккартни использовали для создания демо-виросей песен. А окончательную запись провели в студии Abbey Road. Ведущей партией вокала исполнил Пол, где-то к нему присоединялась и Линда. По стилю звучания этот альбом напоминает альбом «Рам». Снова сырое, неприукрашенное звучание, кажущаяся простота и одновременно сентиментальная привлекательность. Мелодичный, очаровательный, теплый и приятный альбом. Хотя альбом и достиг 11-го места в чарте Великобритании и 10-го места в чарте США, критиками он был встречен или довольно прохладно, или откровенно негативно. В своем обзоре альбома в журнале Rolling Stone музыкальный критик написал, что слушателям рекомендуется либо развить любовь к бессодержательной и неприхотливой поп-музыке, либо поискать музыкальные удовольствия в другом месте. Да, наряду с интересными песнями есть и явно неудачные. Одну такую песню с этого альбома сам Маккартни назвал потом «самой слабой песней, которую я когда-либо написал в своей жизни». Если вы не знаете, о какой песне идет речь, послушайте альбом, и, возможно, определите ее сами. Обращать на себя внимание излишняя растянутость во времени вполне хороших песен, которые звучали бы более целостно, с меньшей длительностью. Но вот опять же, со временем оценка этого альбома росла, и сейчас отношение к этому альбому уже более доброжелательное, хотя по-прежнему не у всех. От себя скажу, когда я слушаю заглавный трек этого альбома, Wild Life, кстати, ничего дикого в этой песне абсолютно нет, то сразу вспоминаю одну очень известную песню любимой моей группы Андрея Макаревича «Машина времени». Хотя в то время подавляющее большинство групп в СССР черпали свои идеи уже с выпущенных альбомов различных зарубежных рок-групп. Хотя, возможно, это мои личные домыслы. Я не хочу придираться к этому альбому. В музыкальном океане просто бесконечное количество альбомов, которые не стоят и одной песни из альбома Wild Life. Следующим представителем творчества Пола Маккартни и группы Винкс в моей коллекции будет альбом под названием «Red Rose Speedway». Этот альбом был выпущен в 1973 году. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. На альбоме специально указали, что это альбом Пола Маккартни и группы Винкс. Это был второй студийный альбом группы. Группа пока была малоизвестна широкой публике, продажи предыдущего дебютного альбома были слабыми. Поэтому на альбоме «Red Rose Speedway» уточнили, что здесь Маккартни. Это его работа. На этом альбоме есть песня, которую я просто обожаю. Это вторая песня. «Моя любовь». Столько приятных воспоминаний, когда слушаешь эту песню. Очень романтичная и нежная вещь. Альбом «Red Rose Speedway» уже получил места в чартах повыше, и его продажи были лучше. Альбом занял пятое место в британском чарате альбомов и первое место в чарате Billboard Top LP и Tape в США. А моя любимая песня «My Love» возглавила американский Billboard Hot 100. Несмотря на явный рост успеха, альбом получил неоднозначную оценку у музыкальных критиков. Многие даже сочли песни альбома несущественными и посредственными. Хотя этот альбом получил намного лучшее аранжировки, чем предыдущие сольные работы Пола. Вокальные партии на альбоме Маккартни исполнял прекрасно, хотя тексты песен, как это и было и на предыдущих работах Пола, не стремятся к существенной и значимой содержательности. Соглашусь с мнением большинства музыкальных критиков, что альбом с неровным песенным материалом. Линда Маккартни назвала альбом Red Rose Speedway ужасно неуверенным периодом, сделав вывод, нам нужен был более тяжелый звук. При оценке альбома все-таки нужно помнить, что в этот период Маккартни усиленно старался найти свой путь, а не дублировать шаблоны лучших работ Beatles. И только это одно уже вызывает уважение. Альбом Red Rose Speedway стал для Маккартни трамплином, с помощью которого Пол оторвался от земли и ушел в полет со следующим своим альбомом. В альбом Red Rose Speedway включен хороший буклет с фотографиями с концертных выступлений группы Wings и фотоколлажами. Фото Маккартни с розой на обложке альбома сделала Линда. Мотоцикл, который мы видим на фото, был специально привезен из США в Лондон для съемок.